Начиная встречу, Иванов напомнил, что на сегодняшний день в районе сложилась непростая ситуация. В консолидированный бюджет Московской области местные налогоплательщики задолжали свыше 3 миллиардов рублей. Вы вас пригласили для того, чтобы понять, ощущаете ли вы эту сумму задолженности, есть ли у вас такое понимание, как и в какие сроки хотите погасить, что вам нужно, в том числе от нас, от власти, от района, для того, чтобы вы смогли это сделать. Где мы можем подставить плечо, если такая есть необходимость. Но, к сожалению, не все отнеслись к приниманию к просьбе районных властей предоставить комиссии платежные поручения или графики погашения долга. Из 14 приглашенных на беседу представителей компаний в администрацию пришли только 7. Вместо конкретных результатов наложники лишь обозначили причины, по которым они не платят. Так, главный бухгалтер Федерального государственного учреждения клинический санаторий Барвиха доложил о том, что задолженность по налогам в размере 17,5 миллионов рублей связана с сокращением субсидий от государства. Такие статьи, как налоги на имущественную прибыль, нам все время финансировались полностью. В этом году на 20% уменьшилось финансирование. По итогам обсуждения комиссия пришла к выводу, что ФГУ не предпринимает каких-либо заметных шагов по погашению долга и пытается переложить в себя ответственность. Никогда не будет у вас субсидий на уплату налогов, вы же понимаете. Вы можете сократить и оптимизировать свой бюджет, избавиться от лишних расходов. Тогда вам на все будет хватать. Еще должники ссылались на проблемы с недобросовестными управляющими компаниями, которые в свою очередь не гасят долги. Например, представители в НИИСОКа доложили о том, что их задолженность по налогу на имущество в размере 4,5 миллионов рублей образовалась из основного арендатора – КТТ Дубке. КТТ Дубке в свою очередь объясняет, что управляющая компания уже много месяцев не перечисляет совсем денег, соответственно, они нам аренду не платят, что привлекалось уже все контролирующие органы и вопрос этот никак не решается. Мы со своей стороны документы готовим в суд, другого у нас нет решения. Андрей Иванов подчеркнул, что если должники ничего не предпримут для того, чтобы ликвидировать долги перед государством, то следующие встречи уже будут проходить в суде. Всем компаниям необходимо предоставить план погашения долгов к 10 июня. Если после 10 июня за долг погашено не будет, наши юристы будут выходить в суд, будет решена. Тогда в судебном порядке будет бесконечисляться. Глава отметил, что выжидательная позиция предпринимателей, которая надеется, что все разрешится само собой, изначально неправильная и долги придется отдавать в любом случае. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.